МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей заканчивает третий курс строительного университета. Со школьной скамьи увлекался математикой. Это и определило выбор будущей профессии. Я буду инженер-строитель в общей сфере. Инженер-проектировщик, инженер-расчетчик, программист. Один из любимых предметов цифровое. Можно имитировать любые ситуации и узнать, как поведет себя здание. Здесь занимается моделированием строения, сооружений. То есть не просто, как построили какой-то домик, а именно его еще рассчитывают на прочность, устойчивость, на то, куда он может изгибаться, что может с ним произойти. Технологии информационного моделирования в стройке скоро станут обязательными. Обучение профильных кадров в цифровой академии Дом.РФ часть комплексной работы по подготовке кадров для отрасли. С нашими партнерами, с Домом.РФ, у нас была запущена программа о технологиях информационного моделирования в строительстве. Базовый курс. Вот по количеству обученных можно судить о популярности. Вот на этой программе за 2022 год у нас обучилось около 2000 человек. Дом.РФ как раз сейчас является основным популяризатором информационного моделирования. И вот эта программа, разработанная Дом.РФ, она не имела аналогов до сих пор, потому что она являлась массовой и бесплатной. Дефицит квалифицированных специалистов разного уровня, нехватка молодежи может затормозить не только развитие строительного сектора. Ведь тут на одно рабочее место приходится 5-6 смежных отраслей. Мы работаем как на популяризацию строительных профессий, так и на совместную работу вместе с образовательными учреждениями. Это и вузы, это и лицеи, техникумы, адаптируемые программы к обучению специалистов, которые будут заняты в дальнейшем в строительной отрасли. Это проведение программ стажировки, обучение молодых специалистов. И далее, как раз курса, это повышение квалификации. Мария Орешкина по специальности финансист. Три года назад встал вопрос смены работы. В тот момент отрасль начала переход на эскроу-счета и проектное финансирование. Дом РФ в связи с этим запустил программу для молодых специалистов «Проект Ф». Мария подала заявку и попала на первый поток. Были базовые знания, но так как отрасль проектное финансирование в строительстве специфична, то, конечно, не хватало более прикладных, узкоспециальных знаний. Это все было систематизировано. То есть все было расписано, ты знала, какая конечная результата у тебя будет. Ты знала, что тебя обучат строительным тонкостям, обучат также финансы, также дадут тебе гибкие навыки. До 80% выпускников того потока сразу начали работать по новой специальности. А сам проект масштабируется. Там сейчас более 50 специальностей уже внутри, как под направление. И в данном моменту у нас сейчас завершается набор на четвертую уже волну стажировки. В среднем конкурс на одно место у нас по данной стажировке, он составляет 55-65 человек. То есть мы видим, что действительно данная история, она востребована. Очередной поток стартует 25 июля. Учиться можно в московском офисе или в едином сервисном центре в Воронеже. Кстати, в Воронежском госуниверситете уже пятый год при поддержке института развития работает магистрская программа банковское сопровождение контрактов. И сотрудничество этим не ограничивается. Девушка, которая училась и учится на факультете прикладной математики, информатики и механики, которая смогла решить задачу в интересах Дома РФ. И эта задача сейчас применяется и внедрена непосредственно в производство. Айтишные решения, стартапы в различных сферах, они могут быть точкой соприкосновения крупной корпорации, крупной компании с университетом. И, безусловно, молодые специалисты, которые в это вовлечены, они с большей долей вероятности пойдут к ним же и работать и выведут бизнес на качество нового уровня. Для достижения нужных стране показателей до 2030 года в отрасль должны прийти несколько миллионов специалистов. Высшие и средние специальные учреждения сейчас выпускают всего 75 тысяч человек. Дефицит как рабочих специальностей, так и инженерных и управленческих. Не хватает так называемого «золотого» состава персонала – молодых профессионалов от 25 до 35 лет. Одна из причин – демографическая яма 90-х. Вот если, например, брать строительство, то у нас на одну вакансию приходится три резюме при норме от 4 до 7. То есть уже есть дефицит кадров. И чем ниже вот этот показатель, у нас он хх-индекс, тем больше наблюдаем дефицит кадров на рынке. Программы и стажировки, которые готовят кадры нового времени, такие как «Архитекторы РФ» или «Проект Ф» могут переломить этот тренд. Сейчас как раз мы говорим о том, что нужно взращивать новые кадры. И проще, как, например, эта программа, она растит именно в узконаправленных сферах. Подготовкой по рабочим специальностям для стройотрасли Институт развития будет заниматься вместе с СПБГУ. К этому процессу привлекут бизнес. Очень правильным сегодня является вхождение и интеграция непосредственно компаний и корпораций в разработку образовательных программ на ранней стадии. То есть разработка, вход в совет образовательных программ, в учебно-методические советы позволяют действительно очень точно настроить образовательную модель и создать то, что нужно будет не только абитуриенту, но в том числе то, что нужно будет экономике. Совместные образовательные программы переподготовки, повышения квалификации с таким крупным знатоком отрасли, конечно, будут чрезвычайно успешны и нужны как центральным, так и субъектам Российской Федерации части России. Не менее важно повысить престиж работы в стройсекторе. Например, в главном корпусе Воронежского госуниверситета проводят лекции и встречи, где рассказывают о перспективах для будущих строителей. А при участии крупных застройщиков и учебных заведений Дом РФ проводит ежегодный фестиваль карьеры. Буквально еще 5-6 лет назад строительная отрасль не входила даже в топ-20 профессий по рейтингу того же Cat Hunter. Сейчас она постепенно там продвигается. Мы, к слову, работодатели номер один в своем сегменте в строительстве по этому рейтингу. Новый этап большой работы – сотрудничество Института развития с Минпросвещением. В планах популяризация архитектурных и строительных профессий, новые стандарты образования, подготовка кадров в лифтостроительной отрасли, организация чемпионатов мастерства и помощь школьникам с выбором будущей профессии. Подготовка кадров в стройке будет усиливаться прежде всего для безопасности и комфорта людей. Еще совсем молодым человеком он вступил в украинскую галистскую армию.